Здравствуйте, друзья! Очередной выпуск новостей зарубежной недвижимости от Приан вашему вниманию. Греция и Северный Кипр, Испания, Грузия, Таиланд. Везде сегодня побываем. Любопытные цифры по Испании от портала Paisos. За последние 10 лет жилье здесь подорожало на треть. Не сенсация, как и то, что сейчас квадратный метр в среднем стоит на перенеях чуть больше 2200 евро. Куда важнее другое. Средняя зарплата по стране за десятилетия увеличилась очень скромно, всего на четверть. Получается, для среднестатистического испанца жилье стало куда менее доступным. Особенно заметен рост цен там, где высок спрос. Страна Басков, Мадрид, Каталония, Болярские острова. Добавим сюда автономные сообщества Валенсия и Андалузия, то есть регионы, где максимально активны иностранцы. Да, в последние месяцы, точнее с начала 2024 года, цены в Испании почти перестали расти. Но возможности местных жителей тоже не улучшаются. И эксперты видят в этом риски. Власти закрыть глаза на снижение внутреннего спроса не могут. Проблему надо как-то решать. Это может сказаться на иностранцах. Например, анонсированное закрытие программы «Золотая виза» как раз объясняется заботой о кошельках местных жителей. Замечу, правда, что пока реальных сроков закрытия программы власти Испании так и не объявили. То есть ждем. И на Северном Кипре вроде хотят менять правила продажи жилья иностранцам. Для экономики как-то деньги льются рекой хорошо, но цены растут, а зарплаты за ними не поспевают. За 22-й год жилье подорожало здесь на 40%, в 23-м еще на 10-12. По мировым меркам результат очень сильный. Но абсолютные цифры вполне конкурентны. Плюс ВНЖ по-прежнему здесь можно получить при любой сумме вложений. То есть приезжим хорошо. На рынке недвижимости Северного Кипра настоящий бум, который приносит огромные прибыли. Единственный участник, кому от этих прибыли напрямую ничего не достается, это государство. Потому что нет закона, который бы описывал и регламентировал перевод свидетельств права собственности на имя иностранных покупателей. При этом сами покупатели законом на 100% защищены. Но налоги при покупке они не платят, так как закон их к этому не обязывает. Вот власти ищут пути, как же начать получать налоги с каждой продажи. Кроме того, цены на недвижимость за предыдущие годы выросли на 100-200%, иногда и на 300%. И местные жители винят в этом покупателей иностранцев. Хотя реальной причиной являются в разы возросшие цены на строительные и отделочные материалы, земельные участки и зарплаты на Северном Кипре, а не повышенный спрос со стороны иностранных покупателей. И политики решили принять закон, который, с одной стороны, он позволит государству получать налоги с каждой сделки и как можно скорее, а с другой стороны, ограничить иностранных покупателей в количестве объектов, которые они имеют право приобрести. Такой вот популизм, который порадует избирателей, повысит рейтинг политиков, но абсолютно никак не повлияет на цены. Проект закона даже опубликовали в местной печати. В нем много интересного, но еще больше неопределенного. Например, сказано, что те, кто уже купил недвижимость, обязаны будут регистрировать ее в земельном кадастре в течение года. Это, конечно, замечательно, но на Северном Кипре регистрация титула может занимать куда больший срок, причем не по вине покупателя. Как действовать в этом случае, ничего сказанной не было. Поступило радикальное предложение. На переходный период, который, как это часто бывает, не обозначен конкретно, иностранцы получат право покупать только одну единицу жилья. Сейчас, как известно, приезжие могут оформить титул только на один объект, но реально приобрести, возможно, сколько хочется. Из проекта закона следует, вроде бы, что эту возможность не очень ясно как, но хотят ограничить. Поэтому самое главное, прошла информация, что закон уже принят. Это не так. И с большой вероятностью в опубликованной редакции принят он не будет. По нескольким причинам. Он фактически не решает ни один из вышеперечисленных вопросов. Но при этом серьезные ограничения в правах иностранных покупателей отобьют у них всякое желание приобретать недвижимость Северного Кипра. А это полностью убьет строительный сектор и еще 300 отраслей экономики, которые напрямую с ним связаны. А государство по-прежнему ничего не получит. Это чревато банкротством всех крупных строительных компаний, колоссальным экономическим кризисом и безработицей. Чего, конечно же, власти не хотят. Так что мы либо будем продолжать жить как прежде, без нового закона о рынке недвижимости. Либо он будет принят, но в совершенно другой редакции, которая никоим образом не ограничит права иностранцев. А рынок недвижимости будет продолжать расти. Долевые инвестиции Долевые инвестиции – относительно редкое предложение на рынках зарубежной недвижимости. А уж, чтобы россияне могли воспользоваться ими, сегодня таких предложений вообще единицы. Между тем, вложить немного, буквально несколько тысяч долларов или евро и стать совладельцем действительно крупного проекта – это заманчиво. Такая возможность появилась сейчас в Грузии. Крупнейшая мировая отельная сеть «Windem Hotels & Reserves» в своем проекте «Windem Grand Batumi Goni'о» предлагает долевые инвестиции от 3000 долларов с доходом в валюте. Сразу оговорюсь, это лишь одна из возможностей. Есть там и гарантированный доход, и обратный выкуп. Все подробности о проекте и о правилах инвестирования вы узнаете, если посетите авторский вебинар «Приан» в ближайший вторник, 14 мая. По ссылке в описании – бесплатная регистрация. Ну а мы переходим к нашей традиционной рубрике «Объект недели». Таиланд возвращает туристов. Собственно, это происходит не первый год, но с начала 24-го число приезжающих выросло на 143%. Более 12 миллионов человек приехали в страну за первые три месяца. Все это повышает арендный потенциал местной недвижимости, который, по прогнозам, будут интересоваться на 30% чаще, чем годом ранее. Классические апартаменты на Пхукете – привлекательный инвестпродукт. Вот один из примеров. Жилой комплекс у пляжа «Банк Тао». Сдача в этом году 127 тысяч евро за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. Покупателю предлагаются и программы по возврату инвестиций от сдачи объекта, доходность от 7% в год. Ссылку на объект мы добавили в описании под видео. Там же вы можете найти и другие объекты в Таиланде и в других странах. И в заключение о Греции. Изменения в программе «Золотая виза» встряхнули местный рынок. Но вот регистрационные органы не справляются с выросшими объемами заявок. То есть сроки получения заветного документа тоже растягиваются. Если официально более 9 тысяч заявок зависли, причем более 6 тысяч – это документы, которые подали еще в 2023 году. Если вы планируете участвовать в программе, обязательно учитывайте это. Кстати, чтобы успеть войти в программу по старым условиям, то есть от 250 тысяч евро, надо успеть до осени перевести в Грецию депозит, а потом быстро решить вопрос с переводом остальной суммы. Но подробнее об этом поговорим в ближайших выпусках. А я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем мира и безопасности! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok